Доброго дня всем зрителям YouTube канала Планета дзюдо. Я Роман Карасьев. И сегодня продолжаю я знакомить наших уважаемых зрителей с некоторыми комплексами упражнений, методами тренировок из стиля дзюдзюцу, направления дзюдо. Но в данном видео я хочу познакомить вас с одним комплексом. Это ката одного из стиля карате. Эта ката называется дзюно-ката, что также похоже по звучанию с таким же ката, который существует в кадакан дзюдо. Я делал видео по поводу дзюно-ката, я его очень давно практикую. Но я решил посмотреть, существует ли в других направлениях боевых искусств дзюно-ката. И вот я увидел в одном из стилей карате такое ката, название по крайней мере. И хочу сейчас вам продемонстрировать в том виде, в котором я его увидел. Субтитры делал DZ2017. Это дзюно-ката, одной из школ карате, а сейчас я хочу показать, чем я его дополнил, размышляя о том, что можно еще добавить, и вот что из этого получилось. Дзюно. Что хочу сказать в заключении, что изучая дзюдзюцу и дзюдо, в частности, как продолжение этого направления, уже как путь, я начал изучать и другие стили и школы других видов боевых искусств. В частности, мне очень повезло, я познакомился с одним мастером карате, который мне привил небольшую любовь к этому направлению. Но на самом деле, еще давно-давно, в годы моего детства, как мой первый учитель Владислав Петров тоже практиковал как дзюдзюцу и дзюдо, так и карате. Поэтому интерес к этому стилю, к этому направлению, как карате, в системе самозащиты и боевого искусства у меня уже давно. Но только, может быть, пять лет назад я начал так осмысленно подходить к этому. И изучая различные каты, различные комплексы из различных школ карате, я увидел много соединений, много пересечений дзюдзюцу, карате, дзюдо. Поэтому практика изучения этих стилей различных дает пищу к размышлению о том, как можно соединять все эти школы различных стилей и направлений и находить точки соприкосновения, находить лучшие и эффективные способы применения той или иной техники. Поэтому я рекомендую вам пробовать, изучать. Дзюдо – это и есть дзюдо, мягкий путь, когда мы не останавливаемся на достигнутом, не останавливаемся только как-то в своем, в своей ячейке, а пытаемся расширить свои границы, своих возможностей. Как раз таки дзюдо позволяет расширять…